Привет, мои хорошие! Всем привет, 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 еще привет. Мы возвращаемся к котикам и рыбкам. Лучшая игра вообще, лучше всех просто, никто не сравнится с ней. Я тут решила глянуть, короче, Alden Ring одним глазком. Ну все что-то про него говорят, прям вообще всем, всем прям нравится. Думаю, посмотрю, ничего себе у нас тут опять! Ты смотри, у нас даже синяя рыба теперь вырывается. Короче, я думаю, ну посмотрю, посмотрю что там. А ну, представляешь, что? А ну, глючное такое, ужас просто. Так, тащим, тащим. Нет, не тащим, не тащим, 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 вытащили. Ай, молодцы, мы молодцы. Ну, у нас вообще отлично все идет, мы еще в прошлый раз-то поняли, что у нас все вообще замечательно. Так, это ракеты, да, я помню. Это что-то про квесты. Здесь денег недостаточно, а здесь мы все... Смотри, мы, короче... Ситуация следующая. Объясняй ситуацию. Да, пальцы. Ситуация следующая. Мы, значит, улучшили все, что можно на данном этапе. А все остальное пока мы улучшить не можем. Потому что надо там вообще просто какие-то нереальные количество денег. Но это не страшно, потому что, как видишь, как видишь, у нас теперь тут просто, просто завались рыбы. Нам ее, получается, нужно продавать. А еще, кстати... Да что такое? Надо чаечку пить. В общем... А еще... А еще, смотри... Это рыба. Решила не обращать на нас внимания. А зато теперь нас любят вот эти рыбки. А, так подожди, это же та же самая рыбка. Это же тот же самый ел у сабмарин. Ты смотри, какие мы стали... Продвинутые. На раз-два ловим. И желтых, и синих. Каких хочешь просто. Так вот. Решила грянуть у дымринка. В общем, оказалось, что... Ага, сейчас. Посмотри, хитрый какой. Оказалось, что... Ты смотри, что делает. Ну и... Да, днем мое. Что мы возьмем? Оказалось, что... Ой, как у нас теперь... Ой, смотри, какие классные. Еще и даже поймали-ка вот. Смазали. Эй! Ну все, это мы... Эй! Короче, смотри, нас... Нас теперь раздражает. Нас раздражает не только... Короче, не только... Скажи мне. Нас теперь раздражает не только... Большие рыбки, но и маленькие тоже, потому что они съедают нашу супер приманку. Вот как сейчас. Вот как сейчас. Так, предлагаю сначала выловить всех мелких рыбок, а потом... А, ну они уже и закончились, короче. А потом уже пытаться поймать что-нибудь побольше. Пока... Он еще... Улиганство. Так, не трогай... Ты смотри! Свободу рыбы, он сказал Еллу Сабмарин. Так, сейчас делаем из него приманку побольше. И все, вот и пока. Вот и пока, приятель. Пока, приятель. Да, выяснилось, что... Думринг у меня что-то работать не хочет. Придется мне... Придется мне... Попробовать... Хей-хоу-версию. О, серьезно? Нету... Ну как бы... Потому что... Лицензия что-то не подружилась с моим компом. Или с системой. Еще чего-то. Ну, вообще странно, честно, у меня сейчас специально, я еще когда киберпанк хотела пробовать, что, кстати, мы в нем не продвинулись в итоге, в общем, комп свой прокачала еще тогда, и вроде как он такой весь прокачанный, и что-то, и что-то, и что-то, и что-то, и что-то, так, уйдите, аааа, ой, блин, короче, да. Уи-и-и, тут есть кто-нибудь большой? Да вы небольшие вообще. Ладно, давай попробуем с ракетой. Так что дело не в конфигурации, я думаю, может быть, просто из-за того, что игра недавно вышла, и как бы, и как бы, как бы, надо еще патчи ждать. Ты смотри, ты смотри, что, пути. О, видел какой, видел какой. Смотри, все, скелет не сопротивляется. Что-то недовольный, это личный, отличный скелет. Смотри, какая у нас, кстати, супер приманка. Сейчас давай ракету, попробуем на него кому-нибудь поймать, прям такого. Да не тебя! Смотри, отлично тянется? Не-не-не-не. Нет, нет, давай ты не будешь так делать. Вот. Ну что делать? Продать его, нет? Продать нет. Так что, да, даже обидно как-то, в общем, вроде все так, ничего так, а что-то это, что-то не работает. Ну, посмотрим, как поведет себя версия с пиратской бухты, так сказать. Я вообще, знаете, строго за покупку лицензии, прям вот, эй, я не тебя хотела. Я так понимаю, что, ну, надо ловить все больше и больше рыбку, чтобы потом вот кого-нибудь прям совсем большое помыть. Кстати, а как лодку раздобыть? Ну, да, я строго за покупку лицензии, в принципе, потому что, ну, разработчиков надо поддерживать. Просто в некоторых случаях так выходит, что лицензионная версия работает хуже, чем с пиратчиной. Подожду, так что патчи, и потом с патчами возьму. Про патчи, это, ну, в смысле, версия, версия, которая у меня будет работать нормально. Эй, ты смотри, что, взяли на пале прям. Взяли на пале толпой на приманочку, хулиганье. Так, нам нужна тактика, которой можно придерживаться. Тактика, на самом деле, заключается в том, что надо вылавливать всех маленьких рыбок. Потом можно бы тогда выловить уже всех больших рыбок. Так, давай попробуем это подальше запустить. Ну, что, пока очень много маленьких рыбок кругом. Ну, они съедают. Ой, какие красивые. А, кстати, порвалась, да? Они съедают, короче, приманку, и ты просто свою ракету зря тратишь, короче. Эй. Уи-и-и. Да, вот, а так я вообще, ну, опять же, у нас с нашим регионом всегда была такая проблема, что цены, короче говоря, в магазине игровом часто просто от пуки полетали людей. Ну, потому что в пересчете на нашу валюту, на наши деньги, это получается что-то вообще страшное. И поймали. Какая рыбка непослушная. Но, если игра прям сильно нравится, мне кажется, можно, ну, хотя бы, если нет возможности, там, да, купить сразу на релизе, ну, взять хотя бы там попозже, да, потому что игры, ну, все, думаю, знают, что игры. Со временем постепенно дешевеют и дешевеют, кроме некоторых вечных, и потом можно взять уже вполне такой приемлемой цене, ну, просто, просто, чтобы поддерживать хороших разработчиков. Я считаю, это важно. Да, причем, причем, даже если вот вам кажется, что игра и так, как бы там вроде как-то продалась, мне кажется, все равно, все равно это важно. Сейчас, тем более, всякие боссы всегда смотрят, там, не просто даже на прибыль, у нас прям, чтобы прям супер-пупер было, и если проект какой-то классный, то имеет смысл в него чуть-чуть хотя бы вложиться, чтобы там продолжение делали, и обновение продолжали делать, как бы так. В общем, есть в этом смысл, я считаю. Так, смотри, у нас супер-супер начинка, давай пробуем кого-нибудь на нее научить, большого, давай, давай пумпу. Кутя! Офигеть, вот это была рыба! Капец, мы такого большого еще не ловили, да? Так вот, возвращая цену в магазинах, короче, да, конечно, они пугающие, а сейчас так вообще капец, а сейчас так вообще не купишь, да? Ну, короче, да. Я считаю, что, короче, хотя бы на распродаже или еще как-то стоит брать тигры, чтобы поддерживать людей. Тем более, знаете, вот всякие инди-проекты, они обычно вообще стоят, ну, не сильно дорого, реально, то есть там сумма уже более чем приемлемая, обычно, и плюс у инди-проекторов, у инди-проекторов, как правило, нет там каких-то инвесторов крупных, чего-то такого вот, поэтому, тем более, имеет смысл поддерживать их. Многие люди делают как, ну, сначала берут, как бы берут, а потом, если все ок, потом могут и купить. Тоже, в принципе, вариантов, чего нет. Иногда вот бывает как вот так, вот ты вроде как хочешь просто взять, потому что, ну, у меня многие мои друзья прям советовали посмотреть. Вот, у нас супер начинка, давай закинем ее подальше. Короче, берешь, а она не работает, если цель движется. Так что да. Да, ну, елкиш, неинтересно, надо вот что-нибудь подальше, там, вот внизу, то, что вот это плавает. А как, слушай, вот эту большую рыбину поймать, интересно. Смотри, мы все деньги спустили на ракеты. Реально, у нас там пола куча денег, а теперь опять, смотри, полторы. Ну, интересно, потому что с ракетой только ты можешь посмотреть, что там внизу плавает вот это вот там. Нет. 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 Блин. Вот сюда можно отобраться только, короче, с этой. Привет, привет, папа. Как мы вот этого парня назовем? Давай его назовем мушки. Смотри, у него мушки. В общем, да, иногда хочешь прям взять, а оно не работает. Обидно. А иногда так бывает, что там какие-то вещи не работают на лицензии. Так что вот, захочешь быть абсолютно правильным, а раз и не получится. Ну вот, теперь буду ждать, когда выйдет побольше патчи, и попозже возьму. Что делать? Что делать? Что делать? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Уи-и-и. Юп-тюп-тюп-тюп. Я к тому же никогда в игры Фромов не играла. И, в принципе, с уверенностью не могу сказать, насколько продвинутся. Своя праздная штука, конечно. Так, давай. Смотри, прямо он тебя прямо ждет. Интересно, да? С одной стороны, минус то, что рыбку обклевали. С другой стороны, плюс, потому что она перед стоит барахтаться. Там, кстати, куча новых рыб. Таких мы еще не видели, в смысле. Так, все. Надо начать деньги зарабатывать. Мне очень нравится, что наша удочка довольно далеко закидывается. Но, заметь, сейчас, несмотря на то, что она супер далеко летает, она не долетает особо до вот этих гущ самых. А здесь очередная стоит вот эта сапмарина на страже порядка. Мы опять выработали наше водное пространство. Котик-хулиган. Истощает запасы. Смотри, все. Хочешь рыбу? Бери ракету. Да не вопрос. Не вопрос. Смотри, можно и на обычную приманку ракету поставить. Уи-и-и. Давай вот эту розовую, Пеп. А, в смысле? Прикинь, он просто съел, короче, приманку и все. И все, и норма ему. Давай еще ракету возьмем. Уи-и. Так, ловись, рыбка. Да не ты. Ты не ловись. Ты зачем вот словился? Нам очень нужна лодка. Я прям голосую за то, чтобы коту дали лодку. Вообще без лодки не жизнь. Давай еще одну пупку возьмем. Ну, в общем-то, я не уверена, что прям зайдет и... Ну, естественно. И получится прям там ее сильно далеко пройти. Но хочется посмотреть уже. Потому что давненько не было таких проектов, которые бы столько резонанса вызывали, знаешь. То есть... Были громкие релизы. Но столько резонанса, мне кажется, не было. Очень давно. Хочется глянуть хотя бы одним глазком. И надо киберпанк еще пройти. И чувство солидарности с любимой студией. И просто потому что проект на самом деле хороший. О, кот всем передает привет. Кот идет, кот идет к нам. Кот, ты же идешь к нам, да? Чего-то непонятно. Уи-и. Там, кстати, Ведьмака анонсировали. Картинка, правда. На картинке какой-то непонятный зверь. Похож на рысь. Мы там перетерли с ребятами. Пришли к выводу, что на волка это не похоже точно. На кота тоже не сильно. И скорее всего это рысь. Смотри, смотри, смотри. А если ей дать очень прям далеко уплыть, она порвет леску рыбы, понимаешь? Прикол. У нас, кстати, почти седьмой уровень. Нам-то тут еще подпрокачаться надо? Уи-и. Там у тебя. Такая у меня сегодня игровая тема получилась. Не, мне просто расстроила реально эту ситуацию. Все, когда ты такой идешь, такой сейчас куплю. Она еще дорого стоит. У нас тоже, собственно. Такой, типа, вот. А тебе такой. И-и-и. А еще выяснилось, что... Ну, я возврат сделала. И выяснилось, что... Там довольно нехилую такую сумму. Все равно снимает. Короче, обидки, обидки. Оп. Оп-оп-оп. Плыви, Клычок. Плыви. Плыви, Клычок. Клычок. Плыви, Клычок. Плыви. Котик вообще вот... Запустишь котика сразу. Сразу жизнь становится лучше просто, мне кажется. А когда у нас будет... Когда у нас будет лодка? Это по достижению какого-то уровня будет? Или нам нужно там вот открывать вот эти штуки, и в какой-то момент будет лодка? Так, нам нужно поймать... Да не тебя! Уйди! Нам нужно поймать... Смотри, я не хочу принципиально бомбами пользоваться. Я против такого браконьерства. Конечно, здесь, по-моему, она не так работает. Она просто распугивает их. Но, тем не менее... Я против браконьерства. Так что, давай не будем. Оп. Итак, мы тут вон... Влавливаем просто все вообще. Один котик опустошает, я бы сказала. Этот водный регион. О, приплыл к нам парень. Который желтая подводная лодка. Кот там хулиганит. На кота иногда нападает, он начинает делать интересные штуки. А причем, когда ты не видишь. Вот он, например, понял, что... Ну, по столу ходить как бы нельзя, да? Такой не ходит, когда я не смотрю. А когда я не смотрю... Приходишь там на кухню, а у тебя там валяется что-нибудь со мной. Ты такая... Все с тобой, говорит, понятно, кот. Юп-юп. Юп-юп-юп-юп-юп-юп. Уи-и-и. Мне, кстати, на самом деле... Тоже сейчас не повредит. Юп-юп-юп-юп-юп-юп. Так, на чем остальное, я знаю. Уи-и. Мне, в общем, сейчас тоже не повредит, на самом деле, отвлекаться. Потому что во всей этой обстановке загружаешься кофец просто. И теряешь работоспособность, короче. Надо так, что... Смотри. Упорная рыба. Все. Все. Не уж что-то там... Не уж что-то там доступно. Так круто, что она доступна. Тут куча денег надо. Мы все спустили на ракеты. Он нас мотивирует зарабатывать. Ты же понимаешь? Вот. Ну, ладно. О, кот идет. Да. Кот идет. Он идет. Он идет к нам. Дверь закрываю в комнату, чтобы он сильно не мяукал. А он из этого прям вообще очень застраивается. Оп. Поймаем этого желтого. Поймаем желтого. Давай, давай. Желтый, ловись. Желтый, это тебе. Это тебе, а ты нам. Вот, а что да, мне тоже иногда полезно отвлечься. Поэтому в последнее время стало больше играть. Наверное, заметили. И всякого разного. Ну, помогает, естественно. Переключаешься. И как бы это... У нас как бы еще, говорю, с января тут все как-то странно было. И сейчас в этом крайне негативном инфополе легко впасть в уныние. Так что надо поддерживать себя. То есть, как я все время говорю, чтобы делать то, что надо делать. Делать свои полезные вещи. Делать, что нужно. Нужно, чтобы были силы. В том числе душевные, моральные. Поэтому желательно. Смотри, что тут из-под стола такая лапа кота вылазит. Чего? Чего? Пошли вместе рыбу ловить. В общем, нам нужно иметь силы духовные. В том числе и моральные. Поэтому не доводите себя до истощения. Надо всегда заряжаться. Всегда стараться держаться со хорошими. Из-за позитива внутри. Ну и помнить о том, что мир, он, говорит, разный. И люди тоже очень разные. Иногда просто может показаться, там, откроешь кинуть комментарий где-нибудь. И ты такой думаешь, господи, а откуда столько злых людей? Просто где они вообще все берутся? Но... Кот! Кот! Чего творишь? Слушай, он с вами разговаривает. Иди сюда лучше, кот. Да. Иди сюда, залазь. Ой, в общем, надо всегда помнить, что, во-первых, в интернетах люди всегда, там, чемпионы, смелые, невероятно, там, всех-всех это самое. А, как бы, научные ставки часто все меняется. Так, вот это было невыгодно, да? Мы одну желтую рыбу потратим, другую или нет? Я что-то... Вот, это, во-первых. Во-вторых, надо помнить, что люди очень разные. И вот эти вот... Нет, нет, парень. Смотри, стрём. Он плывет, он плывет, он плывет. Что вот эти люди, они давно вот такие вот, там, некультурные и так далее, да? А есть совсем другие люди. Есть добрые, хорошие люди, которые сопереживают, сочувствуют, умеют там... умеют в эти все вещи, да? Человеческие, общечеловеческие. И вообще, хороших людей очень много. Ну, и еще есть такое явление, третье, да? Что хорошие люди, адекватные люди, они, как правило, не особо часто там спешат как-то, да? Там, яро где-то отстаиваются от позиции, что-то такое. Ну, ситуации, конечно, разные бывают, но, как правило, адекватные люди, они вообще склонны больше, там, чаще обдумывают, да, прежде чем что-то сказать. Лишний раз, вот, или вообще лишний раз промолчать, еще раз подумать. Поэтому, как-то вот так получается, что чаще слышно, громче видно, и кот, ну, че ты, че ты... Е-е-е-е-е, хочу туда попасть. Поэтому чаще как-то видно. Ой, да ладно тебе, смотри, распелся прям просто вообще. Кот просто распелся. Поэтому и получается, что, ну, инфополе, оно так достаточно пестрит вот каким-то негативом, потому что эти люди, они легче и быстрее свои мнения держатся, делятся, вот, к сожалению. Часто там не задумываясь никак, не обрубываясь, не о том, что они пишут и говорят, не о том, как это кто-то может воспринять. Поэтому не воспринимайте сильно близко к сердцу. И еще надо это... Больше воспринимать, как, не знаю, какие-то силы природы, знаете, негативные какие-то. Ну, не то, чтобы у него природа были, там, позитивно-негативно. Ну, типа, знаешь, там, вот, идешь и наступил случайно в лужу. Ну, как бы, ну, ну, да, отрекнулся, дальше пошел. Или даже посмотрел внимательно, там, перепрыгнул эту лужу, вот, как-то так. Ну, сейчас, сейчас это прям вообще важно. Очень много этого, этого, этого сейчас. Оп. Пиу, полетели. И да. Так что не расстраивайтесь лишний раз за всякие ерунды, за всяких дураков. Ну, и, и такие не вступайте, не кормите троллей, да, не вступайте, там, какие-то мега-дискуссии. Как правило, эти люди только этого и ждут. Это тоже очень выматывает, и, как бы, надо оно вам. Ну, ну, умножить это, да, Грейси, там, сейчас это, последнее, что нужно. Тем более, что в большинстве случаев в какие-то, знаете, там, крям-крям, какие-то доводы, слушать никто особо не хочет, и как-то меняться, да, в своей позиции тоже, поэтому, как правило, это почти нечестно. Мне кажется, что, ну, полезно делиться, да, фактами и так далее, но вступать какие-то в большие дискуссии, особенно с рандомными людьми. В интернетах сейчас просто бессмысленно. Вкусая трату своей энергии получается. Котик не расстраивается, он тоже, он тоже расстраивается и якает, прям как вена. Берегите свои внутренние ресурсы на что-нибудь действительно полезное и хорошее, на работу, которую нужно делать, на общение, помочь людям, которым это нужно, на общение с близкими и так далее, чтобы хватало на это все ресурсов. Еще про новости, да, вот сейчас их очень много, реально их реально все читают, очень часто, очень по большим количествам, очень непрерывно там, это тоже выматывает, и если это не прям насущная необходимость, к сожалению, сейчас кто-то находится в такой ситуации, когда это реально насущная необходимость, то желательно, ну, немножко как бы разграничивать там по времени потребление информации новостной, потому что ее сейчас очень много, негативно, и как бы тоже, ну, организм, организм на все это тратит свой ресурс, то есть вы читаете какие-то страшные вещи, но если вы там, да, эмпатичный, нормальный, адекватный человек, который вас переживает, вы расстраиваетесь, естественно, у вас наборабатываются гормоны, стресса, вот это все, все на самом деле ведет по организму, и при том, что ни от каких реалий, да, не стоит полностью закрываться, потому что это жизнь, надо знать, что происходит, чтобы как-то адекватно реагировать и действовать, да, но совсем задавливать себя этим, загонять там не надо, в этом тоже смысла как бы нет, ни такого, там, тем, что у тебя там случится инфаркт, и точно никому ничем вообще никак не поможешь, так что вот, играйтесь, смотрите всякие интересные штуки, отвлекайтесь, это, это, это не, не должно быть вообще никак стыдным, ни в коем разе, это, это нормально, нормально себя тоже чем поддерживать, абсолютно, оп, ловли рыбок, оп, так, ну что, смотри, знаешь, какая ситуация, нам нужно кучу денег насобирать, чтобы взять вот Power Red, 10 тысяч нужен, Power Red, интересно, что там, но это вообще следующий уровень каких-то улучшений, по идее, после этого должна удочка вообще стать прям, удочкой терминатора, вообще просто, знаешь, у нас про игры по психологии, да, получилось, не знаю, нравится мне котик, слушай, запускаешь, ничего не вылетает, слушай, рыбка ловится, удочка длинная, все замечательно, все чудесно вообще, есть стратегия, понятно, все, все замечательно, обжарь котика, лучшая игрушка, лучшая игрушка, 20 котиков, короче, из 10, оп, так, и раз, нет, 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 уйди, так, смотри, у нас, у нас сейчас, нам сейчас, малина портит вот эта желтенькая, да, рыбка, нам нужно поймать сейчас маленькую рыбку, чтобы желтенькую рыбку потом изловить, так что давай, сейчас ловим вот эту рыбку, давай, ой, ты молодец, ты моя голубая солнышко, смотри, теперь мы на нее поймаем вот эту желтенькую рыбку, так, не ломай, не рви мне леску, пожалуйста, не на, чтобы она нам не мешала, вот, теперь, ну смотри, а здесь еще одна, да, ты смотри, а у них тут караул вообще не сменяемый, то есть как бы, точнее, сменяемый караул, то есть одна рыба уходит, на нее место тут же другая приходит, караулить ситуацию, а замечу при этом маленькие рыбки, вот не возвращается что-то, как у плут куда-нибудь подачи, так если, эй, привет, слушай, как ты думаешь, вот этого рыженького парня, на кого можно поймать, честно говоря, мне вот даже жалко как-то ловить, он такой позитивный, на ней как-то вообще жалко ловить, честно говоря, а давай будем, я придумала, я придумала, как сделать нашу игру внезапно очень прорыбной, прорыбовой, смотри, мы, значит, такую теорию делаем, что это такой водоем, короче, в котором что-нибудь случилось, типа там, не знаю, какая-нибудь грозит ему какая-то беда, и мы на самом деле спасаем рыбок, спасаем рыбок, понимаешь, мы их вылавливаем и отправляем в специальный, специальный заповедник для рыбок, вот, а нам платят заповедник компенсацию, типа, за трубы, вот все, на самом деле рыбок мы спасаем, понятно, понятно, там, какая-то красная штука, интересно, болтается, это, наверное, подарок какой-то, от заповедника, от рыбного заповедника, вот, так что, мы занимаемся не истреблением рыбов, мы занимаемся пасением рыбов, больше пасением, нет, а то как вот ловить вот этих рыжих, ушатых созданий, очень жалко, так, не, 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 нам нужно, нам нужно начинку, начинку, на, не начинку, на рыбку побольше сделать, уи, ху-ху, смотри, первую, вот, заходишь к этому грудоку, тут куча рыб всегда, ну, после обновления, и ты такой, быстро налавливаешь, уровень поднимаешь, а потом все, застреваешь, ху-ху-ху, уи, а еще, кстати, есть подозрение, что если я выключу камеру, удочка опять начнет три раза дальше летать, не исключено, потому что в прошлый раз такая фигня бы была, ху-ху-ху, ну, что, про игры поговорили, на чем останется, на том, что игры надо покупать при возможности, хотя бы чуть попозже, со скидкой, или вообще на распространство, если уж совсем нет возможности, но желательно брать, чтобы поддерживать разработчиков, но иногда бывают всякие странности, ху-ху-ху-ху, ху-ху-ху, ну что, мы продвинемся, все рыбки уплыли от нас, а если мы начнем покупать бомбочки, Мы не насобираем 10 тысяч, понимаешь? Вот надо было сразу, короче, собирать, а не тратить их все на бомбочки. Ну, хотелось поймать хоть необычную рыбку. Мы были недальновидны. Да, и про эмоции поговорили, о том, что надо не загоняться и сохранять ресурс, чтобы можно было делать то, что надо делать. Делать полезные вещи, в общем, терять способность улыбаться. Это очень легко впасть в полную уныние. Апатия – это смерть, как известно, вообще. Нет ничего хуже. Даже просто злиться полезнее, чем вообще апатировать. Знаешь, это такое состояние, когда ты лежишь и ничего не хочешь, просто спать не можешь. Это вот самое отстойное. Надо этого всячески избегать и стараться ловить везде, где можно, какую-то подзарядку. Всегда искать какие-то новые возможности в представившихся обстоятельствах. Искать что-то хорошее, даже если это очень сложно. Потому что наша жизнь, она стоит того, чтобы бороться. У меня очень много классных, красивых вещей. Потрясающие там рассветы, закаты, леса шикарные. Кстати, недавно был день лицом. Горы, солнце, моря, куча отличных, куча просто отличных, потрясающих ребят творческих и умных. Очень много хороших людей вокруг. Очень много всего замечательного. Надо всегда это держать в уме и стараться справляться. Двигаться. Выходить из тяжелых ситуаций. Ты смотри, обложили с двух сторон. Выходить из тяжелых ситуаций, потому что оно того стоит. Оно действительно того стоит. О! Ты смотри, один... Ты смотри, они тут втро... Видите, ты видела? Они втроем тут на страже. Ах так, да? Ах так. Темпорари... Эм... Эм... Так, и... Ну, я так не играю. Желтые субмарины стоят на страже рыбов, короче. Так, а как нам... Подожди, как нам... Нам теперь нужно как-то... Да, подожди. Нам теперь нужно... Нам теперь нужно наоборот, короче, закинуть удочку так, чтобы не сильно далеко. Нам нужно попасть между ними. Каким-то хитрым образом, чтобы... Вот так. А здесь никого нет. А я только что видела, там рыб был. Блин, я попала, а его там нет. Так нечестно. Смотри, раз и сразу подкручиваем, подкручиваем. Аааа! Неу, реально. Теперь смотри, проблема наоборот, что удочка летит слишком далеко. Ну... Ааа! Опять так соус начался. Давай, да! Да, ну тебя, не важно. Это... Это не важно и не страшно, потому что... Задача вот такая. Освободить наш... Освободить наш охотничий угодь. Нет! Что, мы тебя тоже сейчас выводим? Давай, давай, давай. Где вы, где вы, девчонки? Из левы. Вас ждет спасение. Так, эть. Хорошо, что даже облоданные эскеретики все равно помогают. Это... Уи-и-и! Пюх! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Эй! Блин! Хулиган! Вот этот желтый рыб прям вообще, хулиган. Волнейший просто. Так, давай. Давай. Это тебе. Нет? Эть! Эть! Добьемся не седьмой уровень, да? Добьем седьмой уровень и все на сегодня. Тем более, довольно долго получилось. Уже вон сколько все обсуждено. Оп! Так, нет. Надо... Надо мыслить дальновидно. Надо убрать вот эту желтую рыбку в заповедник. Срочно. Оп! Смотри, а он как-то больше, да? И как будто летит хуже. Оп! Вот он все время приплывал, а теперь такое... Мне неинтересно это вообще. А-а-а! Хулиганство! И-и-и! Давай-давай-давай! Даже не смотрит в нашу сторону. У-и-и! Давай-давай-давай-давай! Это... Да вижу я! Во, наконец-то! Нет! 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 Смотри, надо осторожненько! Надо осторожненько! И тогда все поймаешь. Все! Освободили, наконец-то! Простор оперативный себе! Хе-хе-хе! А-а-а! Нет! Я не хотела! Ладно! Оп! Что там нет кого поболее? Давай-давай! Вот-вот-вот поболее есть! Вот он! Вот он! Вот он! Давай-давай его поймем! Он, с одной стороны, мешает, кстати, будет. Да что, прям... Отлично пошел! Тут... Тут, в общем, нужен... Нужен баланс. Нужно тянуть одновременно достаточно уверенно, чтобы он совсем не уплыл и не сорвался. И, с другой стороны, не слишком резко, чтобы он опять же не сорвался. Да, кстати, про способы еще, как вот восстанавливать душевную равновесие. Я говорю, это нормально, совершенно нормально. И переживать, естественно, нормально. Для всех нормальных людей. И, с другой стороны, делать что-то, чтобы переживать чуть-чуть поменьше, полегче. И как-то, в принципе, да, восстанавливать связь с реальностью, веру там лучше и так далее. Потому что... Ну, стресс вообще одна из самых, мне кажется, вредных штук. Это, ну, конечно, не так вредно, как там дышать там каким-нибудь яном, да, или еще что-нибудь такое. Но подтачивает очень сильно, на самом деле. Чисто физически. И это не только психологическая штука, сталкиваясь по жизни с ситуацией, когда очень сильно... Особенно, если очень сильно и долго стрессуешь, это ужасно, ужасно бьет по здоровью. Поэтому, чтобы делать то, что мы должны, нужно поддерживать себя в форме, правильно? А что для этого нужно делать? Ну, вот можно, как мы уже до этого обсуждали. Можно выбираться... Можно выбираться на природу. Природа очень заряжает, лечит. Там очень красиво. Можно поискать там подснежники, если он уже расставил снег. Оп. Нормальные подснежники, цветочки. И подышать свежим воздухом всегда очень полезно. Кислород уже. Кислород... О, смотри, плывет нам новый, новый друг. Солнце, витамин D. Кстати, если по каким-то причинам... Вот сейчас, кто удаленно работает, сталкивается с тем, что много дома сидишь, может, витамина D не хватает. Его имеет смысл прямо пить, потому что это важная штука. Если никуда не ходишь, пей витамин D. Тоже настроение поднимает. Иногда, знаешь, такое бывает. Думаешь, что вот... Ну, упадок какой-то, да, там все плохо, ничего не хочется. А потом просто там поспал нормально, там, не знаю, там по солнышку погулял, съел морковку. И внезапно понимаешь, что все там вообще ничего, так жить можно. А потом даже даже еще лучше становится. Так что очень часто какие-то такие физиологические моменты настроения не влияют. Так что вот, гулять, стараться нормально питаться, чтобы побольше там всех нужных штук попадало там в вас. Овощи, на всякие витаминчики, вот это все. Или даже попить витамин. Весна между прочим, а витамин у нас все дела. Зарядочки там делать. Фильтрура вообще очень поднимает боевой дух. Ой, давай, давай, ловись. Ты почти достали, да? Общение с друзьями конструктивное, положительное. Тоже очень поднимает и заряжает. Стреться, там на стол какие-то поиграть, что-то такое. Какое-то распределение, ограничение, да, по времени потребления. Новостного контента сейчас тоже важно. Иии, рыбосик. Рыбосик маленький. Давай, давай. Сейчас на тебя поймаем вот этого желтого. Товарищ, товарищ, иди к нам. Нет, я не хотела. Ну ладно. Давай попробуем тогда какой-нибудь еще побольше поймать. Там вот из побольше вот этот желтенький есть. Интересно, на желтеньком вот эта штука сработает? Точнее, на оранжевого, который... Там он в самом низу. Иии, ну не ты же. Не... Ты смотри, какой упорный. Ладно. Иии. Мне кажется, что мы вот этих больших сможем отправлять в заповедник после того, как еще мы прокачаем нашу удочку. Потому что что-то мне подсказывает, что даже если мы как в тот раз поймаем что-то такое сильно большое и необычное, оно просто тут же сравнился. Уии. О, как отлично кинули, а? А тут никого нету. Ну и ладно, седьмой уровень почти все, между прочим. Вон там усколка их. Смотри, а мы не долетаем. Отлично идет, а мы не долетаем. Вот так нечестно. Вот не... Не честно. Чаек травяной вообще очень хорошо помогает, кстати. Какие-нибудь там липы, мелисы, вот это все там. Ромашки, ну я говорила. Что если есть возможность, берите всякие травяные штуки. В аптеках продаются сборы просто. В пакетиках. Удобно, кстати, чтобы не заваривать. Можно иногда вместо кофе выпить. Для понижения уровня тревожности. Уии. Комфортная одежда тоже способствует. Ну и... Посмотреть, что они добрые, какие-нибудь добрые фильмы там. Какой-нибудь сериальчик позитивный, знаете. Можно даже комедию, чтобы посмеяться. Просто потому, что это... Выплеск эмоций. Зарядка, в общем, положительная. Уии. А потом вот как-то подзарядишься, подзарядишься, рыб половишь. И ловишь себя внезапно на мысли о том, что ты можешь прочитать еще пару лет новостей и при этом Не посидеть, окончательно. Ты можешь, что ты можешь, в общем, делать. Всякие хорошие штуки. Знаешь же, все надо делать с душой, правильно? С вдохновением, с каким-то определенным посылом, зарядом. Для этого нужно, чтобы внутри у тебя было все нормально. Устойчиво. Улыб. Лети. Самое главное, мне кажется, сейчас это сохранять свою способность к здравому, трезвому... Ну, к здравой и трезвой оценке всего. И не добавлять в этот негатив еще больше негатива. Ну, скажем так, как чисто ради негатива. То есть, в смысле, это вот ругачки там, вот это все. Ни в коем случае не стоит кормить троллей, поддаваться на всякие провокации. И это просто waste. Безпорезняк. И множение того, чего не надо. И так сейчас злости всякое очень много. Причем, иногда, ну, даже от людей, которых там, ну, объективно, да, не то чтобы есть прям причины как-то особо окрысаться там и что-то такое делать. Я вот, кстати, поражаюсь людям, которые, находясь сейчас реально в теоретической ситуации во всех смыслах, сохраняют не только способность, да, здравую и трезвую мысль, смыслить, но и объективность предельную. Есть такие люди, и это прям замечательно. Потому что, когда вот ты прям очень-очень объективно понимаешь, что ситуация находишься, и когда ты вот накручиваешь себя или просто какие-то такие внешние штуки происходят, ну, в смысле, от себя относительно вроде далекие, когда это прям ты вот в этом все варишься, и при этом ты все равно остаешься человеком и сохраняешь все свои там лучшие качества, это вообще потрясающе, мне кажется. Оп. 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 Уи. Давай, давай, ну, нам чуть-чуть осталось. Смотри, наша стража из трех желтых субмарин выстроилась. Смотри, видишь, они такие? Наш почетный каравул. Лёля, Толя и Коля, короче. Уи. Ну, и, кстати, да, с другой стороны, вот по поводу тех людей, которые прям вообще хейт-хейт, там, токсичность, разводи, отбросы и так далее, мы будто бы забрали на то, что, во-первых, там люди в интернете становятся все невероятно смелыми, гораздо смелее и часто идиотичнее, чем даже они есть. есть, вот, во-вторых. Оп. Ну, это так, как бы, знаешь, да, когда между тобой и собеседником экран, ты просто перестаешь чувствовать эту ответственность, там, то, что можешь, ну, даже просто увидеть до лицо у этого оппонента, посмотреть на его реакцию не можешь, и как-то это развязывает ноги в руки, и, точнее, языки, пальцы. Вот. В общем, разобрались, что не надо это близко к сердцу воспринимать, тем более участвовать в этом всем. с другой стороны, вот хотелось тоже такого момента коснуться, иногда люди, ну, там, скажем, по очень таким уважительным причинам сильно нервничают, мягко говоря, и могут сейчас там быть резкими в некоторых вопросах. Надо делать скидку на обстоятельства тоже, я думаю. То есть одно дело, когда человек, там, сидя на диване, да, в уюте, теплее, комфорте, поливает кого-то там, да, и еще что-то такое делает. А другое дело, когда человек совсем в других обстоятельствах находится, и вынужден как-то, в общем, все равно там, да, сохраняя способность адекватно коммуницировать. Вот, получается, у кого-то нет, но тут, как бы, можно на обстоятельства скидку делать. Ой, наша рыбка, наша рыбка. Да, наша рыбка, все равно классная. Смотри, не мя, а вау, потому что на нее можно поймать желтенькую. Уйди. Для тебя светлечок, роз. Так что, вот, давайте находить хорошее, позволять себе радости даже в таких обстоятельствах, просто потому что без этого не выжить, а если выжить, то не работать нормально, с полной силой, поэтому, несмотря ни на что, нужно и отвлекаться, и радоваться нужно обязательно. Это надо, это надо для жизни. Счастливый человек, а если не счастливый, то хотя бы просто, да, уравновешенный, спокойный, гармоничный в себе, он гораздо, гораздо лучше будет все делать. Больше пульс принесет. Оп. Ю-ху. Да, вот еще недавно думала по поводу того, что сейчас у многих там складывается сложная ситуация в плане того, что они делали раньше, многие там сферы деятельности сейчас резко, да, меняются, вот у ребят, которые что-то на ютубе делают, у них там тоже сейчас проблемы, потому что там монетизацию снимают, вот, точнее, она просто отсутствует фактически в момент, да, старые сервисы там, плохо работают и так далее. Ну, в общем, надо у кого-то другие проблемы, в общем, сейчас у многих людей всякие сложности такого рода. И надо не зацикливаться на этом, смотреть, говорю, не в стену, да, не упираться в нее, вот, как какой-то предел. Надо смотреть за нее, там, вставать на какую-то подставочку из своих идей и заглядывать дальше, перелазить, перебираться, потому что, как бы оно ни было, всегда можно что-то придумать, какие-то другие способы, там, да, там, если это речь, вот, о ютубике, другие способы, там, монетизации своего контента, грубо говоря. Если это что-то еще, можно поискать, там, какую-то другую работу, можно поискать другие способы делать ту же работу. Главное, не опускать руки, не сдаваться, не вешать нос, пробовать, смотреть, искать, и обязательно что-нибудь получится, непременно. Даже, ей, мы получили восьмой уровень! Ура! И мы получаем лодку! А что нам нужно сделать, чтобы получить лодку? 35 тысяч! Дорогое-то дело, я тебе скажу, лодки! Особенно с учетом, что прибрежные рыбки быстро кончаются. И, смотри, у нас встал выбор. Либо мы копим на лодку, да, копим на лодку, либо мы копим вот на эту штуку, на которую мы гораздо быстрее накопим. Это улучшашки для самой удочки. Теоретически, после того, как мы улучшим удочку, мы сможем еще дальше, скорее всего, закидывать нашу приманочку и, соответственно, ловить еще больше рыбочек. Соответственно, быстрее наберем на лодку. С другой стороны... А, все! С другой стороны лодка, это просто идеально, потому что, видишь, можно будет плавать туда-сюда, короче, и собирать еще больше рыбок. Они все вот чуть подальше отплывают, и все. А так... Так, это не тебе, это вон той желтенькой. А так мы сможем плавать еще. Ну, это вообще потрясающе. Так что же взять? Так что же взять? Взять в ближайшем будущем вот это или потерпеть и взять лодку за 35? Ну, это прям... Прям хорошо потерпеть придется. Оп! Смотри, еще один прикуп. Хе-хе-хе. Так что давайте проголосуем, что делаем. Короче, копим на лодку или... Не копим на лодку, а улучшаем удочку, чтобы поскорее... Чтобы потом, короче, быстренько набрать на лодку. Давайте, голосуйте. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Мы на сегодня будем заканчивать. На снупер. Давай вот этого желтенького выловим. Куда? В заповедник. Заповедник для рыбок. Вот выловим желтенького и будем закупляться. Ребята, выше носы, так что, в общем, держимся, пробуем всякие... Ой. Ой-ой-ой, выясаски. Держимся, пробуем новые штуки, не подаем мы на ныне. Держим уши торчком, нос пистолетом, нос выше и совсем справимся непременно. Прорвемся обязательно. И все, все сделаем как надо. Главное сохранять на этой силы, правильно? Поэтому давайте улыбнитесь, там улыбнитесь, вот прям сейчас улыбнитесь, потому что это важно. Вырубитым немножко позитивчиком. Всем хлоп-хлоп, хлоп-хлоп ладошки и до скорой встречи. Пока-пока. Берегите себя, пожалуйста. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»